Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Маргарита Гриндо, член Оргкомитета конкурса фестиваля «Начало». Здравствуйте, Маргарита Вячеславовна. Здравствуйте. Если можно, несколько слов напомним нашим зрителям о том, что же это за конкурс, который уже 18-й раз проходит в нашем городе. Да, действительно, в этом году стартовал 18-й межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-художественного творчества «Начало». И посвящен он в этом году году культуры в России. И ежегодно фестиваль проходит под разными девизами. И в этом году девиз фестиваля «Большое видится на расстоянии». Ну, что хочу сказать, что фестиваль в этом году проходил в три этапа. Первый этап отборочный, заочный этап, он проходил в марте этого года. Второй этап очный, отборочный, он проходил также в марте, в середине марта. И вот мы дошли до того момента, что с 25 по 30 по 30 августа 2014 года фестиваль будет проходить. Будет проходить третий этап фестиваля. Этот этап выездной будет проходить в лагере смена поселок Солочи. Детский оздоровительный лагерь. Скажите, это вот на протяжении всех 18 лет так было, что было три этапа, что третий этап организовался именно таким образом? Нет, было не так. Вот немножечко я хочу углубиться в историю, так немножечко рассказать вам, как это все происходило. В 1997 году стартовал первый этап. И наш дарец детского творчества принял первых участников конкурса фестиваля «Начало». Это были ребята из школ города и из районов нашей Рязани. Было более 300 человек и проходил он в один этап. Но шли годы, количество участников увеличилось. И в 2003 году был разработан проект проведения этого фестиваля в два этапа. То есть первый – это отборочный, который проходит на базе нашего дворца. И второй – выездной на базе лагеря, заключительный. Значит, этот проект очень удачно реализовался и реализуется до сих пор. И количество участников постоянно увеличивается. В связи с этим, в связи с этим, а сейчас, значит, проходит даже в три этапа. Потому что количество участников очень много. Более 800 человек подают заявки на наш фестиваль. Мы проводим заочный сначала. Потом у нас второй этап – очный, где в этом году было 600 участников из 60 образовательных учреждений Рязани. И вот третий этап, который будет проходить сейчас. Там будут более 200 ребят, которые будут участвовать в третьем заключительном этапе этого конкурса. Еще хотелось бы отметить, что в 2011 году соучредителем нашего фестиваля стал Союз писателей России. Поэтому наш фестиваль получил официальный статус, статус межрегионального. И поэтому он повысил свое значение, значимость свою. То есть, получается, это фестиваль детского литературно-художественного творчества, да? Да. А что подразумевается под литературно-художественным творчеством? То есть, кто к вам приходит на конкурс? Ну, что такое фестиваль наш, фестиваль начала? Это прежде всего мероприятие яркое, красочное и очень содержательное, где участвуют поэты, прозаики, журналисты, книголюбы, литературоведы, краеведы, барды, художники. И восемь номинаций, восемь номинаций. И в этих номинациях ребята представляют свои работы. И, конечно, мы привлекаем специалистов, известных людей города. Это литераторы, журналисты, работники СМИ. И видные люди, которым небезразлично нынешняя молодежь, и которые могут передать свои знания нашим ребятам, ученикам, участникам этого конкурса. – Скажите, во Дворце детского творчества существует какая-то база по подготовке детей к такому конкурсу? – Да, конечно. У нас есть база определенная. Значит, ребята, занимающиеся прозой и поэзией, ходят. У нас есть литературное объединение «Феникс», которым руководит Нурислан Ибрагимов. Кроме этого, у нас есть журналистская секция. Руководитель Татьяна Николаевна Фролова. Тоже такая очень сильная секция. Помимо этого, у нас есть ребята, которые занимаются авторской песней. То есть гитаристы, которые впоследствии, они, конечно, если они являются победителем, они едут на конкурс, на третий этап, на выездной. И, естественно, там показывают свои знания и умения. Давайте чуть подробнее именно об этом выездном, заключительном этапе. Почему было сделано именно так? Это желание поощрить каким-то образом детей, которые достигли определенных результатов на втором этапе конкурса? Или это просто вот такая форма работы? На этот вопрос можно сказать так, что да, и поощрить, потому что действительно это поощрение, туда стремятся. Один раз попав на этот третий этап, на этот выездной этап, ребята стараются, стремятся, чтобы опять встретиться со своими друзьями. А кто первый раз, они уже наслышаны тем, что кто там был, и им тоже хочется побывать там. Это, конечно, поощрение. Это раз. А во-вторых, второй этап – это там такая как бы своеобразная атмосфера замечательная. Ребенок погружается, вот в связи с тем, что они находятся круглосуточно, там они погружаются в такую обстановку лагерную. А, как вы знаете, лагерь – это в лагере свои законы, традиции. Когда ребенок попадает в эту среду, среду сотрудничества, создается благоприятная обстановка такая. И, естественно, он получает много впечатлений, много знаний, он знакомится с разными людьми, у него образуется много друзей. Плюс, значит, вот программа, рассчитанная, которая, значит, у нас реализуется на третьем этапе, рассчитана на то, что это не только конкурсы, это и досуговая такая активная очень программа. Они встречаются с людьми, с профессионалами своего дела. Это и, значит, работники, доценты и профессора Рязанского государственного университета имени Есенина. Значит, люди из института культуры, то есть преподаватели института культуры. Это мы сотрудничаем с областной детской библиотекой, работники библиотеки областной детской и плюс областной библиотеки имени Горького. Приглашаем людей, приезжают люди из Москвы, которые проводят мастер-классы. Значит, преподаватели, заслуженные учителя, которые работают в наших рязанских школах. Все это оказывает, и вот это круглосуточное пребывание, вот эта вот атмосфера, я говорю, законы, и что присуще лагерю, это благотворно влияет, и, конечно же, впечатлений остается много. Каким образом определятся победители, и сколько их будет, и чем награждать будете ребят? Более 200 ребят, которые будут участвовать в конкурсе. Естественно, жюри будет отбирать лучших. Победители этого третьего этапа присуждаются, награждаются дипломами лауреата, и награждаются памятными подарками. Что касается остальных участников, все участники получают сертификат о прохождении вот этого третьего этапа и освоении этой программы конкурсной. Лучшие работы будут опубликованы где-то в каких-то журналах, и лучшие работы можно посылать на конкурсы всероссийские, всероссийские конкурсы, и их использовать потом вот в этом направлении. Ну что ж, Маргарита Вячеславовна, большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли, рассказали об этом замечательном конкурсе. Надеюсь, что наша съемочная группа посетит этот третий заключительный этап и уже более подробно расскажет о том, какая же атмосфера царит в этом лагере. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!